В жизни Новосибирска хотелось бы поговорить о кросс-культурных различиях работы режиссёров разных стран. Это пьеса с элементами триллера, мелодрамы и трагедии, о том, что каждый из нас в той или иной степени желает, чтобы ему позволили быть тем, кем он хочет. Нынешнее время как-то ограничивает желание человека. Дело в том, что мы все хотим быть, конечно, очень приятными, хорошими людьми. И, конечно, мы хотим, чтобы наши близкие были счастливы, жили своей жизнью. Но иногда наши интересы, они не совпадают. Ну, к примеру, если я люблю кого-то, а этот человек не любит меня, у нас уже такой конфликт. И, по сути, именно так у нас происходит возникновение внутренней агрессии, разочарования. И для меня это действительно очень интересный такой вопрос для рассмотрения, потому что, мне кажется, все же люди хотят быть хорошими, но они при этом совершают какие-то глупые поступки, и мне интересно, почему. Ну, к примеру, у нас в пьесе главный герой – это молодой человек, который хочет стать голливудской звездой. Но мы же понимаем, что не каждый может быть чем-то. И, конечно, в жизни каждого человека наступает момент, когда ты должен осознать, что ничего не выйдет, и, может быть, твое дело – пойти работать в Сбербанке. Но он не хочет это осознавать. И он буквально силой хочет осуществить свою мечту. И именно вот в этом его таком стремлении мы видим, как далеко он на самом деле сейчас находится от осуществления своей собственной мечты. Андреас, внутренние, душевные ограничения порой гораздо сильнее средовых окружений. Как вы в своей профессиональной деятельности справляетесь с подобными явлениями? Я понимаю, но, понимаете, это разные проблемы, это разные вопросы. Вот если мы будем рассматривать нашего главного персонажа, и он на самом деле себя очень ограничивает в своей собственной жизни, потому что он видит перед собой только свою мечту, и никакой больше другой возможности, альтернативы нет. Возможно, у него на самом деле был шанс стать счастливым, но он просто не видит другой возможности. Но, с другой стороны, он также встречает какие-то ограничения со стороны, вот как вы говорите, со стороны окружения, среды, и это еще больше его разочаровывает. Потому что он возвращается в свой родной город, чтобы встретиться со своей девушкой. И при этом ему не разрешают с ней встретиться. Потому что люди говорят, что нельзя. И просто представьте себе ту степень отчаяния, которую мы испытываем, когда нам что-то запрещают. Ты не можешь с ним, с ней встретиться. И это то, что мы видим в пьесе, как вот эти мечты, они просто невозможно их осуществить. Это печально звучит. Но при этом есть, конечно, забавные моменты и стороны. Следующий вопрос. Вот важный и интересный момент, по крайней мере для меня, я думаю, для зрителей тоже. Вы немец, ставящий пьесу на английском языке, в русском переводе. Как вы работали с текстом? Удалось ли сохранить так называемую первозданность? Да, на самом деле это просто. У меня большое преимущество, потому что я могу говорить на английском. Поэтому у меня была возможность прочитать пьесу в оригинале. Мы же все понимаем, что каждый перевод — это интерпретация. И сейчас, например, я работаю с несколькими вариантами немецкого перевода. Я вижу, какие решения принимали переводчики при работе с этими пьесами. И, исходя из их работы, я принял свое решение. Более того, мне настолько повезло, что моя супруга Екатерина тоже переводчик. И она переводит именно то, что мне важно в пьесе, на русский язык. Это значит, что наш перевод, он действительно адаптирован и под постановку в этом театре, в этом городе. Андреас, в одном из интервью вы сравнили автора пьесы Уильямса с Чеховым. Приходилось ли ставить, может быть, его пьесы? И за что бы вы взялись, в первую очередь, если бы пришлось ставить? Мне очень нравится Чехов. И вот один из самых лучших спектаклей, которые я видел, был по пьесе Чехова. И самая моя любимая пьеса – это «Дядя Ваня». Я бы очень хотел как-нибудь поставить «Дядя Ваня», потому что мне очень нравится, как Чехов вырисовывает своих персонажей. Это, знаете, так сложно и в таких простых мелочах. Ты можешь показать всю жизнь одним простым движением, наброском. Вот это прекрасно. Но сейчас, вот пока я здесь, в России, я бы хотела обратить внимание людей на те вещи, которые они не так хорошо знают. Поэтому мне нравится брать европейский материал, американский. Но когда-нибудь мне бы хотелось вернуться в Европу и поставить там спектакль по материалам русских драматургов, используя весь этот опыт, который я приобрел здесь. Но вообще в Германии часто ставят спектакли по работам русских драматургов? Конечно. Чехов, Достоевский – это просто священные имена. В каждом немецком театре можно найти постановки именно по русским классикам. Каждый сезон – новые постановки. Но знаете, что самое забавное? Все эти постановки, они невероятно немецкие. Это, знаете, очень забавно, когда у тебя есть хоть какое-то впечатление, представление о России, когда ты смотришь постановки Чехова в Германии, это какой-то совершенно другой Чехов, совершенно другой язык. Ну и резюмируем нашу беседу. Может ли режиссер выбирать пьесу, основываясь только лично на своем мнении, усмотрении? Или он должен с кем-то советоваться? Конечно, нужно советоваться. Потому что тебя приглашает театр. И театр же спрашивает, что вы можете предложить. Что вы можете сделать? Тогда вы даете список того, что можете поставить. Каждый театр находится в диалоге со своим зрителем. И всегда нужно спрашивать, что сейчас сказать лучше. Потому что со стороны театра может же прозвучать сейчас, нам нужна вот очень хорошая комедия, знаете. Или прямо противоположная. Поэтому всегда хорошо, когда есть такой выбор, и можно прийти к какому-то компромиссу с театром. Ну что ж, Андреас, Мария, я благодарю вас за участие в нашем эфире. Спасибо.